Теперь мы на спорте! Наверняка накопилось много новостей по теме бокса. Давайте сегодня об этом и как раз поговорим. Я тоже очень рад вас видеть. Давно не было у вас. Приходите чаще. Анвар Тальгатыч, 2021 год неумолимо движется к своему завершению. До Нового года осталось меньше месяца. Каким выдался 2021 год для Федерации бокса Кировской области, для Кировского бокса? Он был сложным, тяжелым, рабочим или прошел легко, может быть? Знаете, год на самом деле был тяжелый, как и прежний год, но результаты у нас есть и довольно-таки неплохие. Значит, в этом году у нас в составе женской сборной команды Дарья Баженова стала финалисткой первенства Европы. До этого, соответственно, выиграла первенство России и первенство Привозского федерального округа. И Казакова Виктория также стала победительницей первенства России и стала финалисткой первенства Европы. В принципе, два члена сборной команды за один год. Я считаю, это очень хороший выражай для Федерации бокса. Также были призеры и финалисты Привозских округов по разным возрастам. Максим Кузнецов у нас в составе сборной по ФО выступал на молодежном чемпионате России, где стал третьим. На этих соревнованиях я считаю, что это тоже большой показатель, когда взрослые боксеры боксируют на соревнованиях такого уровня. А если сравнивать с предыдущими годами, этот успех, он единичный или это такая системная работа и достаточно полномерное развитие? Я думаю, это системная работа. Каждый год сейчас девчонки у нас каждый год показывают высокие спортивные результаты и они от возраста к возрасту тянутся друг к другу, видят успехи, видят, как это нужно делать. Также, соответственно, и наши тренеры уже работают давно и знают план подготовки, планируют мероприятия. Соответственно, я считаю, что это закономерно. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот успехи кировского бокса – это такой симбиоз работы и организационной, и тренерской. Безусловно, безусловно. Это работа Федерации бокса Кировской области, как организаторов, скажем, и мероприятий, и вообще работы. Но также и работа, безусловно, тренерского коллектива, слаженная работа. Работа во многом групповая, скажем так, да. Проводится тоже множество сборов, проводятся методические занятия тренерами, они собираются, обмениваются опытами. Также Федерация регулярно проводит организационные собрания, где обсуждаются и проблемы, и предыдущие какие-то соревнования. В общем, много моментов, где обсуждаются на общем коллегиальном совете. Вы уже сказали так мельком про соревнования, и мы как раз с вами беседуем буквально через несколько дней после завершения в Слободском открытого областного турнира по боксу памяти Буланова. Расскажите о нем, как он прошел, чего достигли кировские боксеры, может быть, кто-то им составил конкуренцию, вообще на каком уровне прошел турнир, ну и его результаты. Значит, турнир был традиционный, проводится каждый год, значит, организация была хорошая со стороны слободских тренеров, значит, приехало много регионов со всей страны, так как турнир является кандидатским, то есть первое место при соблюдении куорума обеспечивает спортсмену разряд кандидат в мастера спорта. Были хорошие спортсмены, был даже в одной из весовых групп, в возрастной, вернее, группе спортсмен из Сосногорска, с республики Коми, победитель первенства Европы, даже такие ребята приезжали. Вот, в принципе, турнир прошел на хорошем, достойном организационном уровне, и те спортсмены, в том числе и наши, кто планировали выполнить разряд, значит, они это сделали. А кто-то нормативы кандидатов в мастера спорта выполнил или нет? По фамилии не уточню, не помню, не могу сейчас сказать. В любом случае, я не случайно заговорил про турнир в Слободском, ведь в этом году именно в Слободском был отремонтирован зал бокса. Насколько вот работа над инфраструктурой важна, ну и актуальна для Федерации бокса? Сейчас, я считаю, на данный момент большинство залов находятся в надлежащем виде, очень много залов ремонтируется, это как зал в Слободском, где тоже еще недавно прошел открытый ринг, приуроченный как к открытию обновленного зала, так и в городе залы открываются, ремонтируются регулярно. Белая Хауница у нас хороший зал, в Кирове-Чапецке хорошие залы есть, на Авиастском районе, в городе Кирове, также открываются новые отделения, на Карла Липнихта с ШОР-4 открыли, скажем, недавно зал бокса хороший, оборудованный. Также я скажу, что помимо ремонтов, Федерация бокса Кировской области ведет большую работу с Федерацией бокса России, где ежегодно Федерация бокса России выделяет инвентарь в определенном количестве, ну, по потребности, скажем, Федерации, где в дальнейшем Федерация бокса Кировской области уже распределяет этот инвентарь по школам, по клубам, нуждающимся тренерам и тем залам, которые в этом нуждаются. Ну, судя по Вашим словам, Федерация бокса Кировской области достаточно неплохо укомплектована, и в сравнении с другими видами спорта идет развитие не только в областном центре и в каких-то таких крупных городах Слободской, Кирово, Чепецк, да, но и в отдаленных районах, в той же Белой Холунице, в Котельниче, я знаю, тоже есть зал бокса. То есть получается такое достаточно планомерное развитие вида спорта в регионе, не только в больших городах. Да, у нас одна задача – это развитие нашего вида спорта в регионах. Также вот мне сказали про Советск, тоже очень хорошая школа бокса, как раз вот Максим Кузнецов выходец из города Советск. Поэтому задача – это развитие везде, где это может быть, где есть условия для этого, где есть специалисты, необходимые для работы, и мы всегда готовы их поддержать. Я знаю, что Федерация бокса Кировской области в этом году принимала участие в реализации гранта «Вятка территории чемпионов». Если можно, пару слов об этом, о гранте, что удалось сделать и на что было направлено. В общем, небольшие подробности. Значит, очень приятно, что в этом году у нас получился такой симбиоз университета и общественной организации, где мы смогли реализовать совместно проект. Это проект в том числе и софинансирования со стороны Федерации. Значит, хороший получился оборудованный практически уже зал со стороны Сельхозакадемии, так называемых по-старому. У них, конечно, свои задачи. У нас задача была своя – это открытие нового отделения. Это открытие отделения именно, может быть, со студенческим боксом, потому что в том числе и интерес есть и к развитию студенческого спорта. Нам ставит и Федерация бокса России в том числе ставит такие задачи, чтобы мы участвовали в студенческих соревнованиях по боксу. Поэтому это первый такой интересный пилотный проект, где, в принципе, в Академии очень много поступает спортсменов, в том числе и иногородних, в том числе и, может быть, даже готовых боксеров, разрядников боксеров, где мы сможем уже отслеживать их зачисления и уже непосредственно, так скажем, приглашать в залы, где они смогут дальше реализовывать свои возможности и показывать результаты этого блага бокса Кировской области. Я, наверное, добавлю, что еще вот в рамках этого гранта «Вятка территория чемпионов» на стенах в Градном университете нашем Кировском появилось изображение, появился портрет Камила Джамалудинова, нашего прославленного боксера, который на летних Олимпийских играх 2000 года завоевал бронзовую медаль. Я думаю, что вот такое наглядное пособие, наглядное наличие его фотографий на стенах, оно тоже будет мотивировать спортсменов к будущим победам и свершениям. Да, на самом деле это очень приятно, что выбрали они тематику именно вот украшения стен, не украшения стен, а даже тематику такого вот спортивного зала. Это именно конкретно наших чемпионов, наших прославленных лидеров, которых все знают, которыми мы восхищаемся и на примере которых будут воспитываться новое поколение новых, надеюсь, еще результативных, более результативных спортсменов. Какие-то планы на будущий год уже Федерация бокса строит? Какие-то наметки уже есть в работе? Ну, следующий год он у нас, в принципе, складывается по принципу датам предыдущего, так как у нас есть определенный календарный план, по которому мы идем. Это в первую очередь, сейчас будет в конце года у нас как раз в городе Советский пройдет у нас чемпионат области, чемпионат первенства области, где мы выявим лучших спортсменов, которые будут защищать честь Кировской области на Привозском округе. Это в следующем году полномерно идут Привозские округа по всем возрастам. Соответственно, кто отбирается на Привозских округах, попадает на первенство России, на чемпионат России, ну и, соответственно, дальше уже на международные старты. Но и у кировских боксеров, судя по результатам этого года, достаточно неплохие шансы пробиться не только на чемпионат России, но и на международные турниры где-то в зарубеже. Да, мы надеемся очень. Конечно, вот еще раз говорю, упор на женский бокс у нас будет, так как в этом году они показали результат, соответственно, и в следующем году они будут привлекаться к учебно-тренировочным сборам со сборной командой России. Ну и, соответственно, если покажут результат, отберутся, надеемся, в следующем году также на участие в международных стартах. Я так понимаю, что надежда не только на Дарью Баженову, еще на Викторию Казакову? Безусловно. Безусловно, в первую очередь про нее я говорю, потому что она все-таки находится пока в юношеском боксе. В следующий год будет еще тоже юношеский, скажем, понятно, чем младше возрастная группа, тем легче боксировать. Дарья Баженова у нас сейчас переходит в молодежь и в женщины, соответственно. Там уже уровень бокса, конечно, намного выше будет, и конкурентность будет достаточная. Поэтому надеемся, что в первую очередь Виктория покажет. Ну и про Дарью, конечно, не забываем. Это тоже наша, как говорится, белая надежда, и мы держим за них кулаки. Анвар Тальгатович, такой вопрос. Столько турниров на территории области, открытие новых залов, ремонт старых. Когда у вас, как у исполнительного директора Федерации бокса, остается время на общественную работу? Потому что, насколько я знаю, не так давно вы получили благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Что это за письмо, за что вас наградили, и как удается время выделить в достаточно плотном, сложном графике? Стараемся выделять, помимо основной работы, стараемся работать и общественно, конечно. Потому что общественная нагрузка, ну, должны мы ее нести, потому что это приводит к результатам и в своей основной работе. И приятно, когда благодаря тому, что ты делаешь, какие-то блага случаются. Скажем, вот Минспорт, скажем, нашей Кировской области год назад, скажем, мне так, предоставили честь курировать вот этот проект. Мы вместе со стороны Федерации бокса, мы организовались, скажем, мы зарегистрировались на площадке, вот мы вместе, значит, более 60 человек. Это все члены Федерации бокса, это тренеры, это взрослые спортсмены. И на протяжении вот этой всей пандемии, причем это было не только в городе организовано, также был Советск, подключен Белая Холуница, Слободской, Киров-Чепецк. Ребята все отозвались и безвозмездно просто отработали по тем точкам, по тем координатам, по тем людям, нуждающимся, кому нужна была помощь в тот момент. И отработали, я считаю, на оценку отлично, потому что это личное время, это личное пространство, просто надо собраться, да, чтобы это сделать, захотеть куда-то к какому-то незнакомому человеку приехать совершенно, которого ты никогда не видел, не знаешь, и помочь, не знаю, даже съездить в магазин, купить продуктов, привезти какие-то септики, лекарства, еще что-то. То есть это такая была помощь в период активной пандемии, нуждающимся людям, продукты питания, антисептики, перчатки, может быть, какие-то лекарства и так далее? Да, совершенно верно. Так и было. В принципе, мы отработали со многими, скажем, с правительством Кировской области, с Министерством спорта и молодежной политики Кировской области, и были просто всегда, скажем, всегда на звонке, всегда мы были готовы проехаться по тем адресам, которые, скажем, ждали звонка и распределяли просто моменты, кто куда едет, вплоть, я говорю, что до областей и отрабатывали. И еще немножко, у нас буквально полторы минутки осталось до окончания программы. Есть перспективы какие-то проведения новых турниров по боксу? Почему спрашиваю? Потому что, к сожалению, в конце ноября скончались два ветерана спорта, два боксера. Это Василий Алексеевич Пантелеев и Борис Витальевич Малышев. Есть ли какие-то планы, может быть, назвать турниры новые в их честь и увековечить их память вот в этом плане? Да, хотелось бы обязательно. Это заслуженные ветераны, которые всю жизнь отдали боксу, которые стояли у истоков развития этого вида спорта в нашей области. Поэтому планы есть. Пока думаем. И думаем, какие турниры, может быть, новые появятся. И хотел бы еще сказать, что в следующем году в планах провести у нас тоже такой очень масштабный турнир. Это чемпионат России по обществу «Динамо». Это взрослый чемпионат будет, поэтому будет очень интересный и увлекательный, где приедут спортсмены со всей России и будут бороться за первое место. Ну что ж, давайте тогда ближе к проведению чемпионата России среди общества «Динамо». С вами вновь запланируем встречу, вновь поговорим о боксе. Я напомню, что гостем программы «На спорте» был исполнительный директор федерации бокса Кировской области Анвар Самигулин. Большое спасибо. С вами была программа «На спорте». Я ее ведущий Антон Погодин. Всего доброго. Спасибо большое.